До сих пор о седьмом континенте планеты из его недоступности было известно очень мало. Исследовательская группа, возглавляемая профессором Джоном Смитсоном, отправилась в экспедицию в удаленную часть Османного моря для картирования подводного мира. С помощью новейших технологий, таких как спутниковая картография и гидролокаторы, они смогли создать самую точную карту контуров Новой Зеландии. Для этого ученые изучили обломки скальных пород с побережьей островов, являющихся частью континента, и образцы, полученные во время бурения в открытом океане. Также вдоль внешних границ материка были найдены подводные отложения песчаника, возраст которых составляет примерно 95 миллионов лет, и еще более древние отложения вулканической горной породы – базальта. По оценкам геологов, примерно 40 миллионов лет назад континент постепенно опустился под воду из-за бурной тектонической активности в зонах разломов земной коры, окружающих Тихий океан. И когда специалисты отобрали породы, которые находятся на дне океана в этом месте, то оказалось, что там есть породы, которые характерны для континентов. То есть это породы разного возраста, песчаник, например. То есть эти песчани никак не могли образоваться на океанической коре. Результаты показывают, что размер этого скрытого под водой массива превышает многие известные острова. Его территория составляет более четверти от размера Австралии. По оценкам геологов, до того, как Новая Зеландия ушла под воду, ее ландшафт напоминал северо-запад Мексики. Главное открытие заключается в том, что архипелаг Новой Зеландии соответствует всем критериям, необходимым для того, чтобы считаться континентом. Такие процессы, как поднятие земной коры, присутствие горных массивов и уникальные геологические формации подтверждают это. Также были найдены разнообразные вулканы, океанические платформы и скалы, протяженные на огромное расстояние. Но сейчас видна только малая часть Новой Зеландии. И сегодня мы узнали, что действительно вот такой большой континент, о котором мы ничего не знали. Оказывается, это было продолжение Новой Зеландии. Зеландия, такой большой, огромный континент. Ну, он там какую-то там долю Австралии, половину может Австралии, треть Австралии составляет, если всю площадь его взять, то довольно большой получается. Но он сегодня находится под морем, под океаном, и поэтому мы его сегодня не видим как континент. Карта Новой Зеландии, составленная группой геологов, является значимым научным достижением. Она предоставляет уникальную возможность изучения геологического строения и особенностей континента. Это открытие имеет огромный потенциал для нашего понимания мировой географии и истории. Оно открывает новую главу в исследованиях климатических изменений и причин возникновения природных катастроф. А регион Новой Зеландии приобретает все большее значение и влияние в научной и экологической сфере. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз.